Продолжим краткий грамматический разбор Суры Аль-Фатиха. Мы дошли до второго аята «Аль-Хамду-Лиллахи Раббил Ай-Ламин». «Аль-Хамду» — подлежащее именного предложения «Марфуан билибитедаи», поставлено в состояние граф в именительной поддержке смысловым амином — фактором. «Аль-Ламу» — признак падежа Рафа этом имени «Аль-Ламу» — это харф «Жар», предлог родительного падежа, мы блинули в них с неизменяемым окончанием с касра на конце. «Аль-Лай» — именно представлено харф «Ламу» в состоянии «Жар». «Аль-Ламу» — признак падежа Рафа этом имени «Аль-Касра» на его конце. «Валь-джару валь-маджрур харфу лам» и поставленным им состоянием «джар» имя Аллах, «мута'аллюкун бихабарин махадзуфин» состоят смысловые связки с удаленным, скрытым сказуемым, например, «Аль-хамду каину лиллах» или же «Аль-хамду сабиту лиллах» и так далее. «Валь-мубтадау маа хабарихи» подлежащие «Аль-хамду» со своим сказуемым лиллахи, все это «джумлятун и смиетун» именное предложение, истинное фиетун или, скажем, мустанаватун, возобновляемое, возобновленное, новое предложение «Ла махалля хаминал-иараби» не имеет места в падеже. «Рабби ла аалмин» — это «натун ауле» — первое «нат» — определение лиллах для слова Аллаха. «Ау бадалин минуху» — его предложение, подменное имя. «У натл маджрури» — «Ау бадалуху» — «Анат» — определение или предложение, поставленное в состояние «джар» имени «маджрурун митллюху», так же, как и оно будет в состоянии «джар». «У алла муту жари» — признак падежа «джар» в этом имени «аль каср Тазахирту аля ахри» — «яу на кастре» на его конце. «У рабба» — это «мудаф» — имя «раб» — является «мудафом», первым членом изофетного сочетания, изофетной связки. «Ал аалмин» — это «мудафун Илехх» — второй член изофетного сочетания. «Маджрурун» — «бель мудафы» — поставлен мудафом в состояние «жар». У Алама Таджари признак падежаджар в этом имени «Аль-Касрату» «Аль-Яун-Ябатан-Ан-Аль-Касрати» «Букуя» в качестве замены огласовки «Касра» «Почему?» «Лен-Нагумул-Хакун-Миджам-Аль-Музаккари Сальми» «Так как это имя, уподобленное целому множественному числу мужского рода» «Ар-Рахман-Рахим» На предыдущем уроке мы уже провели грамматический разбор этих двух слов «Ар-Рахман» — это «На'тун-Санилиллах» Второй «На'т» — сифатор описание или определение для слова Аллаха «Ар-Рахим» — это «На'тун-Санилиллах» Третий «На'т» — это «Третье определение для слова Аллаха «Ана'т-Аль-Магражури» — это «Магражури-Магражури-Мисслю» «Ана'т» — определение, поставленное в состоянии «жар» имени Так же, как и оно будет в состоянии «жар» «У Алама Таджари-Хима» — признак падежаджар в каждом из них Это «Аль-Касрату-Захирату» — явный «Каср» на его конце МАЛИКИ ЯУН МИДДИН МАЛИКИ – НААТУ НУРАБИАН 4 НААТ – определение для слова Аллах У НААТУ ЛМАДЖРУРИ – МАДЖРУРА НИСЛУ НААТ – определение поставлено в состояние Джарь имени, так же как и оно будет в состоянии Джарь. У АЛАМАТУ Джарьи – признак падежа Джарь в этом имени. АЛКАСРА ТАЛЗАХРАТУ АЛА АХРИХ ЯУНА и КАСРА на его конце. У МАЛИКИ – МУДАФН ИМИ МАЛИКИ является МУДАФН Первым членом из-за фетного сочетания. У АЛИКИ – МУДАФН Второй член из-за фетного сочетания. У МАДЖРУРАН БИЛ МУДАФИ Поставлен МУДАФН в состояние Джарь. У АЛАМАТУ Джарьи – признак падежа Джарь в этом имени. АЛКАСРА ТАЛЗАХРАТУ АЛА АХРИХИ ЯУНА и КАСРА на его конце. У АЛИКИ – МУДАФН ЯВЛЯЕТС первым членом из-за фетного сочетания. У АЛИКИ – МУДАФН ИЛАЙХИ Второй член из-за фетного сочетания. У МАДЖРУРАН БИЛ МУДАФИ Поставлен МУДАФН в состояние Джарь. У АЛАМАТУ Джарьи – признак падежа Джарь в этом имени. АЛКАСРА ТАЛЗАХРАТУ АЛА АХРИХИ ЯУНА и КАСРА на его конце. Дальше. ИЯКИ НА АБУДУ ВА ИЯКИ НА СТАИН ИЯ – это ДАМИРУ МУНФАСЛ Разделенное местомение. ДАМИРУ НАСП МЕСТОМЕНИ ПАДЕЖАН НАСП МАБНИУ АЛА ССУКУНИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ УКОНЧАЙНИМ ССУКУНОМ НА КОНЦЕ ИМАХАЛЛИ НАСП НА МЕСТЬ ПАДЕЖАН НАСП ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖА МАФУЛИМ БИХИ Прямое дополнение. Благола НААБУДА МУКАДДАБУНА АЛА ЛФАЛИ Поставленное перед благолом. ПОЧЕМУ ЛИ ИФАДАТИЛЬ ХАСРЫ ВУТ ТАХСИЗ РАДИ УКАЗАНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ. Т.е. НААБУДУ КАФАКАТ ВАЛА НААБУДУ ГОЙРАК Мы ПОКЛОНАЕМСЯ ТОЛЬКИ ТЕБЕ И НИКОМУ БОЛЬШЕ. ВАЛКАФ КАФ – это ХАРФ ОХИТАБН ХАРФ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВТОРОЕ ЛИЦО, Т.е. УКАЗАВАЮЩИЕ НА СОБЕСЯДНИКИ. МАБНИЮ НА АЛАЛЬ ФАТХИ СНЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕ СУФАТХА НА КОНЦЕ. НААБУДУ – это ФАЛЛУН МУДАРАН ГЛАГОЛ НАСТОЯЩЕ БУДУЩИЕ ВО ВРЕМЕНИ МОРФОН – ПОСТАВЛЕН В СОСТОЯННИЕ РАФ ПОЧЕМУ ЛИТАЖАРРУДИХИ БНАЛ НАСУБИ ВАЛЬДЖАЗМ Т.к. он свободен от АМАНУ, от ФАКТРУ, НАСУБА ИДЖАЗМА. ВАЛАМАТУ РАФИ Признак состояния РАФ в этом глаголе АДДАМУ ТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХИЛИХИ ЯВНЫЕ АДДАМУ НА ИГО КОНЦЕ. ВАФАИЛУХА ИГО ФААЛЬ – действующее лицо ДАМИРУН МУСТАТИРУН ФИИХИ ВУЧУБАН СКРИТЫЕ В НЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ МЕСТЕМЕНИ ТАКДИЛУХУ НАХНУ ОНО ВЫРЖЕННО МЕСТЕМЕНИЕМ НАХНУ ВАЛЬФИЛА МААФАИЛИХИ Глагол НААБУДА со своим фаалем, действующим лицом Все это жумлятун фиалитун – глагольное предложение ИСТИИНАФИЯТУН – возобновляемое новое предложение ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛ ИАРАБИ не имеет места в падеже АЛЬВАУ – это харфа АТФАН СОЮЗ – МАБНЮАЛАЛЬФАТХА С неизменяемым окончанием с фатха на конце А что касается грамматического разбора предложения ИЯКА НАСТААИН То он точно такой же, как и у предложения ИЯКА НААБУДА Поэтому не будем все это повторять Не будем повторять сказанное Единственное, что следует сказать Это то, что НАСТААИН – это тоже Жумлятун фиалитун – глагольное предложение МАТУФАТАН АЛЬЛЬЖУМЛАТИССАБИКТИ Соединено с союзом ВАУ С предыдущим предложением НААБУДА ФАЛА МАХАЛЛАХА КАСАБИКТИХА ФАЛА МАХАЛЛАХА КАСАБИКТИХА Поэтому оно так же, как и предыдущее ИН имеет место в падеже ВАЛЛАХУ АЛЛАМ